Добрый день всем, добрый вечер. Мы сегодня рассмотрим еще некоторую тему, связанную с компенсацией на диаметр инструмента, именно как мы взаимодействуем в CAM-системах для того, чтобы получить управляющую программу, где как раз имеет значение компенсации, как она влияет на траекторию движения, где мы его указываем, как мы его создаем. В прошлом занятии мы рассмотрели в теории этот момент. Давайте посмотрим с точки зрения CAM-систем. При составлении управляющей программы мы устанавливаем следующие даты. Самое главное. Я сейчас возьму программу, которая называется AlphaCam. Мы будем ее рассматривать на занятиях по инженерной графике. В ней я выберу инструмент и произведу обработку. Самое главное, что нам необходимо, это один пункт сегодня, это compensation, компенсации. Компенсации, кто не помнит, я вам расскажу, для чего это нужно. Для того, чтобы сместить инструмент, то есть создать новую траекторию движения относительно геометрии на радиус в левую либо в правую сторону, для того, чтобы, первое, иметь возможность регулировать, то есть редактировать данное показание в зависимости от износа инструмента. Ну и второе, в общем, для работы в управляющей программе. Есть определенные три метода обычно в CAM-системах, которые мы задаем для того, чтобы иметь возможность получить управляющую программу под тип инструмента, либо под ту обработку, либо стратегию, которую мы себе задали. Если можно, у кого-то микрофон включается, выключается, я вас выключу пока-нибудь. Операция номер один, например, давайте посмотрим. Compensation, вот она, компенсация. Разница, у нас есть tool center, то есть обработка с центром инструмента, у нас есть ge, 41, 42, on tool center. И machine compensation. Машинная компенсация. Что это значит? Если мы используем компенсацию tool center, либо она может называться еще APS tool center, либо она еще может называться, давайте параллельно сделаем то же самое в другой программе и зайдем в функцию profile. Она может называться еще control tool center, то есть контролируемая центром инструмента, либо контроль по центру инструмента. В любых системах CAM мы используем данную стратегию компенсации для того, чтобы создать траекторию движения инструмента с учетом смещения на радиус инструмента текущего в операции, то есть операции текущего инструмента, тот, который в данный момент выбран нами. Инструмент, который мы выбрали, имеет заданный специфический диаметр, иначе мы бы не могли бы создать такую операцию, то есть без выбора инструмента. Инструмент выбран, у него есть заданные данные функции, в данном случае 10 мм, у него есть информация также о номере корректора, то есть мы можем указать сразу, что его h, либо d будут отличны от номера инструмента. Например, номер инструмент 3, а номер корректора 33, положим. Длина инструмента, количество других элементов, мы его вызвали, он активный, и первый вариант – это compensation tool center. Окей, продолжаем. S-point, R-point, вершина материала, финальная глубина. Save for repeat level, repeat down to, material top and final depth. Number of cut, количество проходов. Tool number, offset number, diameter, spindle speed, down fit, cut fit. То есть номер инструмента, номер offset, диаметр, скорость освещения шпинделя, скорость врезания, скорость врезания. Нажимаем ОК, добавляем, получаем вот такую обработку. Теперь, если я укажу two direction, направление движения инструмента clockwise and left, по часовой стрелке слева, то это будет внешняя обработка контура. Я нажал правой клавишей мыши, вызвал контекстное меню, нажал update для обновления данного элемента. Итак, мы видим сейчас geometry, и мы видим сейчас toolpath. Geometry – это геометрия, контур этой детали, будущей, текущей заготовки. И данные линии, четыре линии, которые соединены вместе, называются closed toolpath, закрытая траектория движения инструмента. По-русски это называется закрытая эквидистанта. Что видно в этой закрытой эквидистанте? В том, что она смещена на радиус. То есть если я сейчас нарисую, вставлю, да, реально мой инструмент, то он будет именно вот таким. В диаметре. Получается, что мы указываем здесь, мы видим здесь траекторию движения инструмента, и она смещена на радиус. И данное смещение, оно всегда происходит в одном направлении. В случае, если мы вошли в операцию, и этот контур является замкнутым, закрытым. Closed loop. Ведь при начальном движении, да, первое у нас перемещение, код G01, линейная интерполяция, отсюда во сюда, у нас идет перемещение с этой точки в эту. И наша траектория движения находится слева относительно вот этой геометрии. Когда мы пришли в эту точку, перемещаемся вниз, то относительно вот этой геометрии траектория все равно находится слева. То есть не справа, как мы это видим сейчас на мониторе, а слева, потому что инструмент идет отсюда сюда. Если инструмент идет отсюда сюда, то действительно инструмент будет слева. То же самое. Дальше перемещение. Инструмент все равно слева, ну и тут видно отчетливо, что он находится слева, вне зависимости от направления. Тем не менее, если бы мы не знали, в какую сторону производилось перемещение, да, например, вот у нас неизвестно это, тогда нельзя сказать, что инструмент тут идет слева. Он может идти справа, но в случае, если он идет против часовой стрелки, и тогда мы все равно получим внутренний, внешний контур. Для внутреннего контура, для внешнего контура сначала, да, для того, чтобы просто произвести обработку со смещением, для того, чтобы получить реальный размер, который соответствует чертежному, чертежу. Чтобы получить размер 100 на 120 миллиметров, необходимо взять фрезу, например, 6-миллиметровую, сдвинуть ее на 3 миллиметра. При этом она должна идти по часовой стрелке и сдвинуть ее влево. Для того, чтобы, если нам необходимо, чтобы фреза шла против часовой стрелки, да, по движению, значит, она должна быть смещена относительно контура вправо. G41, левосторонняя компенсация, да, и обработка по часовой стрелке дает нам внешний контур обработки. И G42 против часовой стрелки, правосторонняя против часовой стрелки, дает нам тоже внешний контур обработки. Для внутренней обработки, то есть если мне вот тут нужно что-то вырезать, то инструмент может быть сдвинут относительно текущей геометрии вправо, но идти по часовой стрелке. G42 clockwise, либо он может идти против часовой стрелки, но тогда он будет сдвинуть влево. G41 counterclockwise. Для сравнения, внешний outside G41 clockwise, G42 counterclockwise. G inside, внутренний, G42 clockwise, G41 counterclockwise. То есть поменяли наоборот. Существуют ли еще какие-то варианты? Только по центру. Вот линия геометрии. Где может идти инструмент? Либо по центру, либо смещен влево, либо смещен вправо. Все, вариантов нет. Поэтому все просто. G41, G42 и G40 это ее отмена. Отмена, когда нет смещения. Но стратегия, выбранная при составлении операции в CAM-системе, в которой мы указали, что compensation and tool center, компенсация в центре инструмента, говорит нам о том, что управляющая программа получит GM-код, либо какой-то другой код, в зависимости от того, какая система ЧПУ должна его получить. То есть то, что в постпроцессоре мы выбрали, может это что-то диалоговое, то мы получаем ту управляющую программу, которая в коде будет видно, будут указаны координаты уже с учетом этого сдвига. Вроде как все логично. Итак, инструмент, представьте, 10 миллиметров. Мы должны пройти по контуру заготовку 100 на 150 миллиметров. Значит, у нас будет первая координата вот здесь в программе указана координата x-5, y-5. А эта координата будет, сколько тут, 150, например, будет x-5, y-155. Эта координата у нас будет y-155, x-105. Эта координата у нас будет y-5, x-105. И эта координата будет x-5, y-5. То есть такие реальные координаты будут указаны в управляющей программе. Первая координата, куда инструмент подходит, это координата x-5, y-5. Если мы указали и используем такой метод обработки и выделения компенсации, указания компенсации, то смысла использовать компенсацию на диаметре нет. Не то, что смысла нет, будет неправильным использовать компенсацию на диаметре. Если в станке, в колонке компенсации номер 3, в колонке номер 3, там где геометрическая компенсация, мы укажем значение, например, 12 миллиметров, сколько там у нас, 10 миллиметров. Если мы укажем в графе GMD геометрический диаметр, значение 10, это значит, что при вызове его кодом G41, здесь HD, точнее 1, предположим, первый инструмент, при вызове G41D1 инструмент еще будет сдвинут на 5 миллиметров. То есть он в результате пройдет вот так, по контуру, еще дальше. И не достанет просто грани заготовки, будущие детали. В результате такая обработка будет неправильной. Мы не можем указывать геометрический диаметр. Но можно ли вообще использовать код G41? И для чего в таком случае мы используем код G41? Кто может сказать, либо написать? Для чего в таком случае все-таки мы можем использовать код G41, если мы указываем смещение относительно центра текущего инструмента? Мы указываем его для того, чтобы использовать вот вторую колонку. Это компенсация на диаметр. Да, мы не указываем диаметр 10 миллиметров, потому что программа, CAM-система автоматически смещает в управляющей программе координаты и указывает их относительно инструмента, который мы выбрали. Инструмента, например, T1, который имеет заданный диаметр 10. И тогда относительно координат, которые есть, то есть 0,0, в управляющей программе мы увидим координату x-5, y-5. И при этом в такой программе не будет указан код G41, G42. А зачем его указывать, смотрите, если мы и так уже сместили его на радиус, и в результате мы получим обработку 100 на 150. Так вот, существует второй метод, который определяет такую же самую обработку и стратегию, и сценарий для составления управляющей программы, называется он G41, G42 on Tool Center. Для сравнения, да, none – это не использовать, control tool center и control. Control tool center – это у нас G41, G42, control – это у нас machine comp. Сейчас мы к этому придем. G41, G42 on Tool Center отличается от первого тем, что он указывает в программе код G41, G42 в зависимости от местного расположения инструмента и траектории движения. Скажите, в чем разница между первым и вторым методом? В первом инструмент перемещается по тем траекториям, которые написаны в управляющей программе, при этом постпроцессор, да, и инженерная система, инженерной графики, SUPPER, CAM-система, строит управляющую программу с учетом смещения на тот инструмент, который является активным. Вот он, 10 миллиметров, то есть смещает на 5. В результате в управляющей программе мы увидим координату первой точки не 0,0, а минус 5, минус 5, потому что инструмент нужно действительно впустить, опустить ниже, точнее, немножко назад сдвинуть на минус 5 и влево минус 5, чтобы пройти по контуру. Тут все понимают вопрос. Соответственно, в первом случае системы Tool Center мы просто получаем программу со смещением на текущий радиус инструмента. Во втором случае мы просто получаем программу со смещением на радиус инструмента, но при этом программа будет указана, использовать G41D1. G41D1 позволяет активировать offset-ы, корректоры. Немного раньше мы сказали, я сказал, да, мы решили, что мы не можем указывать коррекцию на диаметр, мы не можем указывать GOMD, потому что мы еще больше его сместим, он же уже смещен в кодах. Зачем? В чем тогда смысл первого, второго метода? Чем они отличаются? Подумайте, чем они отличаются? Что есть кроме компенсации? Что делает код G41D1? И какие изменения происходят с инструментом в процессе работы? G41D1 необходим для компенсации диаметра, да, offset-а. При этом у нас есть как третья, так и четвертая колонка. Третья называется диаметр, компенсация на диаметр, четвертая называется, так же и называется, тоже компенсация на диаметр, только то программная, а то геометрическая. Смысл в том, что если вы запишите, износ, правильно, если вы запишите в четвертую колонку компенсацию на диаметр, в RD, если вы туда запишите информацию минус 0,05, то станок, вы передаете информацию станку, что ваш инструмент стал меньше на 0,05 миллиметра. В результате он будет сдвинут на, ближе на 0,025 миллиметра, 0,025. 0,025. Получается, что инструмент, для того, чтобы инструмент был сдвинут на это значение, мы должны активировать компенсацию. Для этого используется код G41. Поэтому CAM-система при составлении выбора и нужной стратегии она учитывает ваш запрос. Нужно ли использовать компенсацию, либо только достаточно сместить относительно текущего заготовки, обработки, геометрии нашу траекторию движения инструмента, которая была построена с использованием этой операции, где есть конкретный номер диаметра, 10 миллиметров, точнее, конкретный диаметр инструмента. Второй вариант. Если мы хотим использовать диаметр инструмента, этого, но при этом иметь возможность указывать износ, да, то есть мы будем постоянно работать с этой программой, наш инструмент будет становиться меньше на 0,01 миллиметра каждые 50 заготовок. соответственно, мы можем записывать его в таблицу, что наш инструмент стал меньше на 0,01, на 0,01, на 0,02, меньше на 0,03 и постоянно используем. Но станок не будет работать, не будет ничего изменять, потому что станку необходимо указать, вызвать компенсацию, например, G41, либо G42, диаметр и номер корректора. Поэтому первое, второе случая отличается только тем, что там он включает в программу G41, G42 код, а там он не включает. Пожалуйста, подумайте и скажите мне, какой минус в использовании таких стратегий, где управляющая программа может работать с конкретным инструментом и использовать либо не использовать вовсе. Видите ли вы тут какой-то минус при использовании такой программы? Давайте попробуем, ладно, давайте разберем третий вариант, а потом просто их сравним. Машинная компенсация, что это значит? Это значит, что координаты указываются относительно материала, относительно геометрии. То есть инструмент реально пройдет по точкам 0, 0, 150, 0, 150, 100, 0, 150, точнее 0, 100, 0, 0. Инструмент проходит именно вот сюда, в точку 0, 0. Но тогда как добиться того, чтобы он был смещен? Чтобы он был смещен? Для этого используется offset. И мы указываем машинная компенсация, машинная компенсация, G41, G42, именно для того, чтобы в управляющей программе был указан код G41, G42. Если вы помните, точно такое же действие происходит вторая, производит вторая стратегия. в чем тогда разница? В втором случае используются координаты с учетом смещения на диаметр вот этого инструмента, активного в программе. А в третьем случае машинная компенсация, G41, G42, не используется компенсация вообще, но активируется.